Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress Out Info, а перед нами Realme C21Y, и в этом видеоролике мы вам покажем несколько крутых фишек камеры данного устройства. Для этого давайте зайдем в камеру и начнем с первой. Если мы зайдем в настройки, поставим галочку возле съемка по отпечатку пальцев, а также съемка прикосновением, то теперь мы можем делать фотографию не только нажимая на кнопку съемки, мы можем, во-первых, нажать на любое место вообще в экране, телефон сделать фотографию, а также мы можем коснуться к кнопке отпечатка пальца и телефон также сделать снимок. Если мы зайдем в настройки, у нас есть здесь крутая функция, которая называется место сохранения файлов, то бишь вы можете вложить в телефон карту памяти и сохранять все фотографии и видео на карту памяти, тогда ваш телефон не будет засоряться. Плюс, если телефон сломается, с ним что-то случится, то вы в любой момент сможете достать из него карту памяти, не потеряв никаких фотографий. Плюсом к этому ставим обязательно галочку возле места съемки. Поставив галочку возле места съемки, мы обязательно убеждаемся, что у нас включена геолокация, обязательно убеждаемся, что в разрешениях камеры есть пункт местоположения. Его можно сначала запретить, потом включить, чтобы я вам показал, как оно у вас будет. Вот когда вы включили, оно появляется сверху. И теперь мы открываем саму камеру, делаем фотографию, открываем нашу фотку, нажимаем на буковку И или же информацию о снимке. И здесь у нас появляется точное местоположение, где мы делали фотографию, прям с точными координатами и адресом, где она была сделана. Очень даже удобно, вы в любой момент сможете проверить, в каком месте какую фотографию вы делали. Если мы зайдем в те же настройки обратно, мы можем увидеть пункт размер изображения и качество изображения. Если мы сделаем размер изображения меньше, размер изображения у нас указан в мегапикселях, то фотографии на нашем диске будут занимать меньше места, то бишь они не будут засорять память нашего телефона, но они немного потеряют в качестве. Здесь также можно качество еще сильнее уменьшить и таким образом еще сильнее поменять размер фотографий. Тоже довольно таки удобно. Ставим галочки возле «Автоматически улучшать фотографии», «Интеллектуальное распознавание сцены», а также «Обнаружение черт лица». Обнаружение черт лица будет видеть, где находится ваше лицо. Оно будет его фиксировать таким образом, что ваше лицо на фотографии будет выглядеть максимально приятно. Автоматически улучшать фотографии, снятые в условиях слабого освещения, то бишь наш телефон, когда видит, что мы фотографируем что-то ночью, будет включать ночной режим и фотографии не будут черными, темными, а только будут высветляться. А также интеллектуальное распознавание сцены, то бишь телефон понимает, что мы делаем. Мы прыгаем, мы бежим, мы стоим, мы машем рукой. Таким образом, наши фотографии будут получаться приятнее за счет искусственного интеллекта, который определяет, что мы делаем и уже подготовлен к нашим следующим делам. И последний пункт, тоже очень интересный, это Google Линзы слева сверху здесь вот находится. Мы также ставим галочку возле Google Lens, если у вас их нет, чтобы они появились. Смотрите, мы можем включить пункт перевод, наводимся на какой-то текст, фотографируем его, и наш телефон сразу перевел текст, то есть здесь написано Hard Reset, а тут телефон написал аппаратный сброс. Также можно выбрать пункт текст и перенести текст с фотографии на телефон. То бишь, смотрите, я сфотографировал текст, теперь я могу его выделить и скопировать. Вы можете так сфоткать, я не знаю, целый листок бумаги А4 какого-то текста и перенести его буквально за секунду в телефон, а не переписывать. Также здесь можно в пункте поиск сфотографировать какой-то объект и найти похожую вещь. К примеру, не знаю, вы можете сфотографировать, вот есть у меня что-то. Я фотографирую что-то, видите, какую-то вещь, и вот мне телефон показывает, где я могу купить то, что мне нужно, то бишь, очень круто. Точно таким же образом, кстати, с помощью пункта поиск мы можем сканировать QR-коды, то есть мы берем наш QR-код, мы его фоткаем, и мне мой телефон говорит, что QR-код, который я сфоткал, ведет на сайт Hardress.info. Нажав на него, вот сюда вот на ссылку, я могу перейти. Также с помощью Google Lens мы можем решать домашнее задание, искать какие-то покупки, искать места, кафе, рестораны, то есть очень-очень удобно. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете смело писать их в комментариях. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и всего хорошего. До свидания!